Здравствуйте, друзья! Снова на связи Железа Валерий Константинович. Мы с вами сейчас увидим маленький кусочек этого мира, который мы плохо знаем. И я его адресую молодежи. Да, эта молодежь может иметь 70 лет, как мне, но новичку в садоводстве. А может было 70 лет прожить и даже ничего не понять, а я здесь делаю слабую попытку где-то образумить людей, где-то показать им то, что является чудом, скажем так. И касаются и людей среднего возраста, и самое главное даже школьников. Почему я перевожу это на разговорный язык? Я же не зря сказал школьников. Они не хотят читать, они не будут читать. А может все-таки вы возьмете, пообещав не дать денег на мороженое, или на губную помаду девочке-подростку, чтобы все-таки они, не читая, хотя бы услышали. Вот ради этого сделан этот фильм. И так вы сразу не выключайте, вы будете удивлены темам, которых вы никогда не узнаете, не услышите от учительниц. Но очень нужное и важное. Поехали. Название «Маленькие Наполеоны растительно-животного мира». Читаю. Мне в своей жизни по роду деятельности пришлось общаться с множеством людей. Я поддавался чувствам, и некоторые из них буквально очаровывали меня. Это вас все касается, особенно молодых. Потом с ними что-то случалось, и они без всякой внешней причины, и не в отношении меня, а по жизни, становились то насильниками, кто хамами, кто ворами, кто предателями к своим близким. Объяснить это часто нельзя ни голодом, ни тяжелой жизнью, ни какими-то оправдывающими обстоятельствами. Их поступки даже нельзя назвать животными. Так думать, значит оскорбить самих животных. Я занимаюсь богоискательством. Все живое на земле растит потомство. Самоотверженно защищает своих детей. Причем то, что я вижу, даже в поведении насекомых, казалось бы, безмозглых, настолько разумно, что во многих случаях превосходит или, по крайней мере, не уступает человечеству. Кстати, их насекомых разумное поведение, по-моему, не укладывается в эволюционную теорию. Вот. Ну, вы видите, просто муравьев, который путешествует, сделал плоты из собственных тел. Это разумное поведение сразу огромного количества. И вот один из наиболее разумных и одновременно безумных видов, назвав себя хомо-сапиенсами, занял первое место в иерархии животного мира и начал уничтожать собственную среду обитания. И даже собственный генофонд, в смысле своего потомства. Кто забыл, напомню. Среда обитания для людей, еще способных родить и выросить здоровых детей, не мегаполис, а дом на земле. Причина стремления к губительному комфорту банальная и страшная одновременно. Личный эгоизм множества людей преобладает над инстинктом выживания своего рода и всего живого. Личный эгоизм. В распоряжении сапиенсов технические достижения. Все они направлены на стерилизацию, уничтожение всего живого вокруг. И это неотличенные слова. К тому же, кто-то, обреченный властью, решает за нас, что жить нам в городах с отравленной пищей, из магазинов, отравленным воздухом, отравленной питьевой водой, с детьми и не знающими, что такое благораживающий труд на земле. И вот растущие города поглощают с миллионами сельчан деревянские дома и дачи, а гигантские просторы отечества пустеют. Вот красивая фотография. Сейчас, когда я пишу вам это, по всей Сибири, я сибиряк, я железо, горят бесценные леса, в городах задыхаются и преждевременно умирают люди. Одного незатушенного костра достаточно, чтобы уничтожить немыслимое количество живых существ, деревьев, животных, насекомых, а часто и самих людей. Причина. У людей отсутствует коллективный разум. Это можно изменить, если с детства внушить людям, что любое живое существо, животное, растение, насекомое, имеет право морально жить не меньше, чем возгордившееся человечество. Сейчас на этом месте прорвусь и скажу следующее. Еще немного повырубают леса, которые переправляют влагу из почвы на небо. Еще однажды потопы вы видели. Терщи утонувшие люди, горные реки на улицах современного города. А потом случится еще более страшное. Однажды пожара охватит всю тайгу сибирскую. Всех, кто сейчас в городах, в мегаполисах, окажутся, станут иммигрантами. Выжить будет невозможно. Пока хотя бы практически совет. Где хотите, доставайте противогазы. К этому все идет. Грустно. Но что делать? Сейчас я вас немного развлеку. Специально. Потому что перед этим все было очень грустно. Страшно. Развлеку со смыслом. Когда-то прочитал небольшой фантастический рассказ писателя Лавровых. Замечательный рассказ. Пересказываю коротко собственными словами. Коротко. Молодая девушка живет со своим красивым котиком в новой многоэтажке. И вот сразу после заселения дом затрещал и начал рушиться. Вот уже рухнул лестничный пролет и спасение стало невозможным. Котик в страхе запрыгнул девочке на плечо. Гибель неминуема. И вдруг через окно залез чумазый монтажник. Обрадованная девушка бросилась к нему со словами благодарности. А монтажник спокойно отодрал от плеча девушки котенка. И молча сон направился к окну. Девушка закричала. А как же я? Вы ведь обязаны спасти меня. Я ведь человек высшее существо. На это монтажник, не скрывая презрения, ответил. Во-первых, на земле четыре разумных цивилизации. Причем две из них и не подозревают о вашем существовании. Во-вторых, если бы вы были высшим существом, вас бы не поселили в аварийном доме, построенном на плавуне. А ваш кот записан на нашей планете в красную книгу. И мой долг спасти только его. Сказал, перевалился через подоконник и исчез. Представляете? А дом уже наклонился, накренился. Осталось же считанные секунды. Вдруг монтажник снова переваривается в комнату. Девушка злорадно произносит. Ага, вернулись. Ага, заговорила. Нужны вы мне, недовольно отвечает монтажник. Просто котик отказался эвакуироваться без вас. Залазьте мне на плечи. А теперь откройте любой школьный учебник истории разных стран. И Чингисхан, и Наполеон, и им подобные, оказывается, были выдающимися политическими деятелями и полководцами. И у нас в учебниках они выдающиеся. И это при том, что залили кровью каждый по полмира. Убили миллионы людей. Сожгли города. Уничтожили политые потом людей посевы и сады. Так вот, мир на земле настанет только тогда, когда их и им подобных назовут так, как они заслужили. Выдающимися палачами народу. Палачами. И вот впервые в вировой истории случилось невиданное. В стране войны как бы и нет. А количество жертв огромное. Нация вымирает по-прежнему. Не в последнюю очередь из-за травленных овощей и фруктов. В основном забугорных. Я садовод, вы понимаете, к чему я клоню. Землю, чтобы прокормиться и построить дом, не дают. Говорят, покупай. А на аукцион по продаже земли за вход надо платить десятки тысяч рублей. При том, что земли в свой хозназначение зарастают деревьями и навсегда теряются для садового огорода. Вся Россия пустеет. А периодическая печать по-прежнему заполнена агроприемами с гарантией уничтожающей плодовые деревья. В интернете злоба и ненависть на популярных сайтах в отношении растений. Резать, резать, резать. И ненависть тем, кто призывает беречь деревья. В частности, к железу. У популярной телепередачи на садово-городной темы РТР. Миллионы зрителей. И вот телеканал «Культура» показал фильм, это РТР, а «Культура» показала фильм параллельно о муравьях, где озвучена цифра, что один муравейок съедает сотни тысяч насекомых. Вряд ли много зрителей видел этот фильм. Зато на РТР царит главная ненавистница муравьёв. То, что я увидел, вызывает даже не протест, а омерзение. Прямо в съёмочном павильоне она, телеведущая, кандидат наук, уксусом полила муравейник. А чтобы уцелевшие муравьи сошли с ума, её слова, ещё и растительным маслом. Затем скинула руки, громко и восторженно воскликнула. Всё, муравейник уничтожен. Все действия сопровождались аплодисментами, дружами тупой массовки. Вот он, муравейник. Здесь существа, которые равняются, как минимум нам равняются по этому, по интеллекту. Объясняю прописную истину таким учителям. Помню, в 60-го года, с учёбой в сельско-украинской школе. Сад без муравейников, беззащитен перед листогрызущими насекомыми. Добавляю от себя. Каждый лист с дырами не может полноценно выкормить прикреплённую к нему почку. Почка, в свою очередь, не вызревает, и дерево становится беззащитным перед морозами. Ну, не жалко ей деревья. Ну, не укладывается в голове ей дикая безжалостность. Как у неё не дрогнула рука. Уничтожить целый род разумных существ, обладающих от нас коллективным разумом. Когда-то я написал статью, где с ужасом отмечал, как доктор и кандидат наук на страницах московской газеты, отвечали на вопрос детей, чувствует ли боль животное. И отделили нас от животного мира. Что сообщил, что у людей боль за субъективное, а у животных объективное. То есть их можно калечить и убивать. Детишки вряд ли что-либо поняли. А тем, кто всё же понял смысл, они с высоты науки разрешили мучить и убивать животных. С ужасом жду, когда наученные такими специалистами, их коллеги генетики, не ведая о последствиях, изобретут в частности универсальное генетическое средство, уничтожение муравьёв. Генетическое, универсальное. И на земле подсыпной реакцией погибнет вся растительность. Муравьи, потом растительность, потом мы. И это ещё не всё. Затем этот кандидат наук приступила к прямому уничтожению дерева. И показала многомиллионной аудитории ещё один смертельный номер АГПИОМ. Тоже в павильоне. Обернула основание штамба дерева фольгой, чтобы муравьи не смотрели на него залезть. Чтобы они в лапки скользили. Кандидату, что корневые шейки деревьев под фольгой сгниют у абрикосов и груши за 1-2 года, у яблонь сливни ненамного позже. Вот это уровень. Вот этого не знать. Вот эта телепередача и заставила меня снова вылезти из тени. И всё, что вы сейчас прочли, это из книги, записки зачарованного сибирского садовода Валерия Железова. Вот это от Советского Союза в современный мир. Эта дикая звериная агротехника и перебралась. А сейчас я возьму и расскажу вам анекдот. Я уже его рассказывал один раз, но не удержусь. Почему? Когда она, знаете как, её слова, основание дерева, тут я написал, основание штампа фольгой, чтобы муравьи не смогли залезть. И она добавила почему? На фольга они цепляться не смогут, и у них будут лапки скользить. Понимаете, они будут царапаться лапки, а под фольгой то, что сгниёт, я это не волнует. Но я сейчас про лапки, которые скользят. У меня всегда срабатывает этот. Я анекдотов много знаю, но не могу в один час, в один час ни одного. И вдруг раз слово скользить, и я сразу вспомнил анекдот. Он тоже из того советского мира, где столько дури придумали в садоводстве. Дурь невиданная, неведомая, это самое. Люди не ведут, что творят. Вот я напоследок всё-таки расскажу анекдот. Ну, давайте хоть посмеёмся. Советское время. Ну, понятно. Капфаса должен быть красивый. Приезжает делегация корреспондентов из Америки. У них своя задача. Найти чернуху, показать, что мы живём в нищете, что у нас всё плохо. Вот. Ещё советское время. Ну, КГБ не дремлет. Они предупреждены. Им было сказано, что они будут к этой делегации идти по улице и имеют право остановить любого советского человека. А вот что им он наговорит? Представляете, какой скандал будет? Если наговорят это. Что-нибудь не то. И вся улица. КГБшники, гражданские, все переодеты. Вот. Фактически перекрыто, чтобы случайный прохожий не начал жаловаться американцам на нашу советскую жизнь. Вот. А те не дураки. Вот. Могут отличить штатском от нормального человека. И это было учтено. Немножко советских людей пустили по этой улице, но каждому кулак под нос. Врать, ну, убедительно. Если вдруг остановят. И вот идут американцы, глаза горят. Сейчас мы узнаем, найдем грязь на этой красивой улице, подметенная. И, наконец, видят, идет простой работяга. Не ошибешься. Обыкновенный плотник, столер. Простой работяга со славянской внешностью. Ну, все. Весил рубль, больше, чем весил доллар. Ага. Ну, отлично. А сколько у вас комнат? А квартира есть? Есть. А сколько у вас комнат? Ну, то ли 9, то ли 10, я не считал. Да, ух ты, какое это. И все в таком духе. И все складывается складно. И уже все хотели от него цепиться. И почти поверили, почти. Этому мужику. И вдруг взял кто-то, самое дотошное спросил. Скажите, мужчина, а какое у вас хобби? Мужик растерялся. Ё-моё. А он слова-то такого не знает. Как отвечать, если слова не знает? Что такое хобби? Думал, думал. Потом посмотрел вниз на свою ширинку. А, хобби. Вот вы о чем. Ну, хобби у меня на все-то не маленькие. Ну, сколько? Ну, 12 лазочек садится. А, нет. 13 лазочек садится. Да. У всех такие глаза. А он понял это. А за спиной этих самых журналистов ему кулак КГБшник показывает. Понял, что забрался? А, извиняюсь. Бру. Не 13 лазочек садится, а 12. У 13 лапки соскальзывают. Поняли, да? Извините, что кто-то из вас, может, уже эту шутку от меня слышал. Этот старый анекдот советский. Вот. И вот здесь, когда я увидел, как она берет, обернула фольгой. Под фольгой это все сырое. Вот. Это какой-то ужас тихий был. И вот эти слова, что у муравьев будут лапки соскальзывать, привели к появлению вот этого кусочка главы книги, моей книги. Вот. А книга называется «Записки зачарованного сибирского садовода». Ну, там очень много серьезных советов. Не только анекдот. Анекдот это я вам сейчас рассказал из головы. Вот. Ну, сколько стоит эта книга? Скромно. Бумажная 600 рублей. На диске 500 рублей. На этом саду. Ну, 300 рублей. Даже 300. Меньше в водке. В бутылке. Вот. На этом, на... Просто в интернете электронная запись. 500 рублей. Есть вторая книга. Правда, бумажной уже нет. Есть еще не только записки. Есть еще и первая книга. Вот. Она называется «Сибирский сад. Сотворение чуда». Она есть на диске и есть в интернете. То есть в этом интернете электронный вариант. Вот. Вот это тоже 300 диск. Это 500. Извините за невольную рекламу. Вот. Стоит ли эта книга того? Я... Тех книгам... Полторы тысячи экземпляров. Жаль не я. Был ее хозяином. Поэтому много не заработал. Но та книга... 1500 экземпляров была продана. Ни одного замечания. Ни от кого. Там же были адреса и все. И явки мои. И все. И ответ. И все. Телефоны. Ни одного. И теперь продана часть записок. И ни одного. Вы представляете? Нет такого человека на планете, чтобы ни одного замечания не было по его книгам. Не бывает такого. Поэтому мой совет взять и эти книги хоть в каком-то виде и заказать. И дать мне возможность издать следующую книгу. Она будет все более ценнее. В записках есть простым языком, простым, понятным любому человеку, практически советы, которые настолько оригинальны, что тянуты на Нобелевскую премию. Не верите? Заказывайте. Вот так. На этом я с вами прощаюсь. Я говорю, до свидания. Мы еще увидимся не раз. И это я адресую молодежи. И причем вот этот вариант. Ля-ля-ля. Да, хотя бы этот вариант. Аудио как бы книги. Для того, чтобы вы могли своих детей хотя бы это заставить прочитать. Пусть они поймут, что мы зазнались, мы уничтожаем среду обитания. Я живу только тем, чтобы сколько мать, хоть чуть-чуть спасти кусочек планеты. До свидания, друзья. Не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok